14 февраля в актовом зале администрации состоялся организационный семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Совещание прошло под председательством заместителя главы администрации Тагира Гаджиева. Среди приглашенных на собрание были представители участковых избирательных комиссий, члены территориальной избирательной комиссии, представители местных политических партий, силовых ведомств, руководители учебных заведений и общественные деятели. Тагир Гаджиев приветствовал собравшихся от имени главы города Зайундина Акмазова и обозначил важность проведения честных и прозрачных выборов на территории муниципального образования. Готовка к выборам. Территориальная наша избирательная комиссия тоже подошла со всей ответственностью. Многое. Сегодня мы вот как раз прошло КВКС проходил, где принимали участие все, кто занимается подготовкой к выборам. Замечения к избирательной комиссии, скажем, городу Хасавюрту, касающейся тех подготовки, все эти нужные моменты. Мы решили во всяком случае, во всех нам управление образованием, конечно же, управление образованием активное участие принимает, подготовки, проведение. Выступающие руководители и представители городских служб и ведомств отчитались о проведении мероприятий по подготовке к выборам. Заместитель прокурора города Магомед Мажидов ознакомил с ответственностью за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. Уголовный кодекс предусматривает некоторые нормы, по которым следует ответственность за совершение тех или иных преступных деяний. В частности, вкратце я там перечислю несколько статей, специальные статьи, которые предусматривают уголовную ответственность. Это значит, что статья 141 Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности, она гласит о воспрепятствовании осуществления избирательных прав или работе избирательных комиссий. Также имеется статья 141 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения или группы участников референдума. Статья 142 Фальсификация избирательных документов, документов референдума. А также статья 142 Прим. 1 Фальсификация голосового. Также о важности соблюдения норм и правил пожарной безопасности в период проведения выборов напомнили представители гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Всего на территории муниципального образования города Хасавюрт в день проведения выборов будут функционировать 40 избирательных участков. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.